Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции, тем более, если нужно узнать последние новости, что у нас здесь происходит. 4 мая прошло заседание Кабинета Министров в Турции, и Эрдоган, президент, объявил о снятии запрета на перемещение между провинциями Анталия, Айдын, Эр-Зурум, Хаттай, Малатия, Мерсин и Мула. Это значит, что ситуация в этих провинциях не требует дополнительных мер по изоляции людей. И это значит, что люди теперь могут спокойненько переезжать из одной провинции в другую и не попадать на двухнедельный карантин. А такое раньше было. Хотя у меня знакомая из мира ехала в Стамбул, у нее там дом. И прошло 16 контрольно-пропускных пунктов, и ее нигде не задержали, хотя у нее документов не было. Зато она очень красивая и на хорошей машине. И вот, может быть, именно поэтому так все это и произошло. Так что, знайте. 11 мая откроется парикмахерский салон. Так что, у кого большое количество лишних волос на голове, знайте, вы теперь можете пойти в этот салон, и вас, местные парикмахеры и барбер-мастера, сделают из вас красавчика. Ну, а если вы девушка, то красавица. Итак, это что касается парикмахерских. Торговые центры и магазины открываются 11 мая. Но я был свидетелем того, что уже 5 числа было открыто большое количество всяких магазинчиков. И я сам туда ходил, покупал всякие запчасти для моей техники. В частности, кодштаж был открыт. Не было большого ажиотажа, но, тем не менее, было много людей. При входе в торговые центры будут измерять температуру специально такими приборчиками. Ношение масок будет просто-таки обязательное для всех. Теперь по торговому центру нельзя будет просто праздно шататься. Нужно будет заходить по специальной системе. Если вы зашли с одной стороны, то вы потом так же не сможете выйти. Вам нужно сделать целый круг. Ну, короче говоря, это может быть не сразу понятно. Тем не менее, знайте, что теперь движение в супермаркетах будет упорядочено и в торговых центрах. Пришел, выбрал, купил, ушел. И, наконец-то, новости, которые ждали все люди, которые подпадали под специальные условия по возрасту. Итак, дети и люди старшего возраста наконец-то смогут выйти из дома и погулять. Лицам, которым больше 65 лет плюс, скажем так, с 11.00 до 15.00 по воскресеньям. А дети до 14 лет по средам с 11.00 до 15.00 с 13.00 мая могут выходить гулять. И дети 15-20-летнего возраста, дети, да? Но, тем не менее, это считаются дети. Так вот, дети от 15.00 до 20.00 лет с 11.00 до 15.00 по пятницам с 15.00 мая могут зажигать и развлекаться. Ну, в меру их, конечно, своего возраста. Планируется разрешить продажу медицинских масок. Сам видел, уже продавали по 5 лир. Но, возне бог весть какая, но по ней можно сделать анализ того, что происходит в нашем обществе. Потихонечку меры ослабевают и теперь не будут раздавать бесплатные маски. Потому что считается, наверное, что это уже не столь необходимо. Или просто государство решило сэкономить. Хм, есть над чем задуматься. Дети, цветы нашей жизни, конечно же, это так. И вот эти самые цветы жизни будут учиться до 15.00 июня в школах. Вы все знаете, что совсем недавно они были все отосланы домой и учились по специальной программе через телевизор. Теперь это время прошло и они будут опять возвращаться в школу, сидеть в классах и учиться. Будет это продолжаться до 15.00 июня, после чего они будут сдавать экзамены. А дети, которые постарше, будут сдавать экзамены в вузы уже где-то с 27.00 июня. Так что имейте в виду. Кстати, у меня друг Эдуард учится в таком университете и говорит, что у них тоже продлевают учебу. Поэтому и учиться они будут дольше и поступать они тоже будут позже не так, как обычно. Так что запомните эти даты. Если что, у меня есть дополнительная информация на Инстаграм. Там у меня есть пост с подробной информацией. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Там постоянно выкладываю самые свежие короткие новости, очень оперативно. И думаю, это будет многим полезно. Так что, если не подписан, подпишись. Таксисты теперь могут не обращать внимания на четность или нечетность своих номеров и выезжать в хаотическом порядке. А ведь раньше они были ограничены выездом на свою смену тем, что у них четные номера или нечетные номера. Ну, во многих странах, в центральных частях столиц, где очень много машин, такая практика уже давно. Ну, а сейчас, чтобы было поменьше контактов, вот была принята такая мера. И сейчас она с 15 мая упраздняется. И таксисты еще, ко всем прочим, могут принимать заказы. Раньше все это было через интернет. Президент призвал всех придерживаться установленных правил, чтобы не надо было прибегать вновь к ужесточению мер. Ну, молодец, браво! Огромное количество туристов ждет информации про самолеты. Мне постоянно звонят и спрашивают мои друзья, коллеги, клиенты, когда же будут самолеты летать. Честно скажу, я не знаю всех нюансов, но могу сказать то, что появилась информация, что международные рейсы запустят с 12 июня. Информационное агентство Сейнен Тюрк опубликовало информацию о планах по восстановлению туризма в Турции. По данным издания, туристическая сфера уже готова начать принимать туристов с учетом новых правил и форм. Так предполагается, что всем гостям отеля будет измерять температуру и раздавать маски. Ну, знаете, такими электронными штучками, колбу. Ну, а все остальное, естественно, тоже будет происходить с изменениями. Например, на шведском столе будут приняты дополнительные меры предосторожности. В частности, блюда будут закрыты стеклянными крышками и к ним будет подведен ток, чтобы много не ели. Шучу, конечно. На пляжах и у бассейна до полутора метров будет увеличено расстояние между шезлонгами. По поводу шведского стола это я точно пошутил. Можно будет есть и не будет подведен ток к вашему блюду. Так вот, самая интересная информация касается международных полетов. И о них буквально через мгновение. 12 мая авиакомпания SkyUp совершит чартерный рейс Стамбул-Киев с целью возвращения своих граждан на родину. Стоимость билета 169 евро. Вся информация для регистрации и покупки билета есть на сайте Генерального консульства Украины в Стамбуле. Для получения разрешения на перемещение обращаться в местные органы управления. В Анталии комиссия по оформлению международных поездок находится в терминале номер 1 аэропорта Анталии. Всего их два. И вообще, будьте внимательны. Я, на самом деле, буквально на прошлой неделе звонил на горячую линию, которая обслуживает иностранцев и информирует. И мне там сказали, что если вам нужно куда-то ехать, вы должны предоставить документы. И вам без проблем дадут специальный документ, который разрешает вам передвигаться даже во время комендантского часа, если вы подойдете с документами на автовокзал или в аэропорт. Так что, знайте, если вам уж очень куда-то нужно, и это можно сделать. Большое количество моих клиентов приезжает сюда для того, чтобы приобрести недвижимость. И их интересует информация по поводу самолетов. Я прекрасно понимаю, и для вас, и для всех остальных я обязательно буду держать вас в курсе дела событий, как у нас тут разворачиваются события. И хочу заметить, что у меня есть каталог недвижимости, куда вы можете зайти и посмотреть приемлемые варианты для приобретения. Ну а если что-то выбрали, то звоните мне на WhatsApp. Вся полезная информация в описании к этому видео и ко всем остальным. Так что не ленитесь, проходите и смотрите. Еще кое-что, что вы должны знать. Каждое воскресенье в 11.00 утра на своем YouTube-канале я провожу прямые трансляции, где отвечаю на ваши вопросы. Поэтому, если они у вас есть, не стесняйтесь и прямиком ко мне я буду на них отвечать. И таким образом, я думаю, сделаем Турцию еще ближе к вам. Еще одна полезная новость для тех, кто остался здесь в Турции, а хотел улететь к себе на родину. Граждане, которые не смогли улететь из Турции и имели билет, зарегистрировались и получают до сих пор деньги. На примере своего друга Кирилла, который купил билеты, но не смог вылететь из-за того, что его рейс упразднили. И хочу сказать, что он до сих пор получает по 2400 рублей в сутки на проживание в Турции. И скажу вам по секрету, сказочный рад, потому что ему здесь хорошо. Ну а что, дом на берегу моря, буквально 100 метров, море, горы, фрукты и хорошее настроение. Конечно, он соскучился по своей жене Маше. Маше, кстати, большой привет. Но я думаю, что это все поправимо, потому что скоро наладится авиасообщение, как в одну сторону, так и в другую сторону. Но мы следим за событиями. На всем всем. Буду и дальше держать вас в курсе событий. Пишите мне в комментариях, что еще хотели бы узнать. Делитесь информацией под этим видео о последних новостях. Потому что когда выйдет это видео, наверняка еще что-нибудь полезное у нас произойдет. И вы об этом должны знать. Поэтому на связи. Дин Дон Дэй, Ма Саламе, Гейдор, Гиле Гиле. Ну и наконец просто чао.